привет друзья здесь демитков юрий продолжу рассказывать о том что происходит в россии ну и наверное не только в россии сегодня дело в том что вы привыкли что от меня ждать хорошие новости какие-то приятные и позитивные сегодня наверное речь не совсем об этом пойдет дело в том что я ожидаю как бы большой пипец и это будет судя по всему такое вот серьезное потрясение снова в мире сейчас я пытаюсь объяснить с чем это связано в принципе пока ничего страшного не происходит все вроде спокойно все вроде сказать там ну как бы их относительно спокойно специальная военная операция между россией и украины продолжается какие-то дроны летят вот это все стало фоном и в общем как бы ну не влияет особенно на жизнь простых людей и в мире все точно так же посмотрите что меня беспокоит последнее время да и в общем то как бы их не только меня посмотрите вот сейчас я вам покажу графики которые говорят о том что вот все прямо вот все прекрасно посмотрите вот сейчас вы видите график s&p 500 это график 500 усредненный график по 500 крупнейшим компаниям сша по нем ну принято делать прогнозы о том что происходит с фондовым рынком ну давайте посмотрим вы видите что начиная с октября двадцать третьего года рынок постоянно растет с двадцать третьего года если повод для такого оптимизма но повод для оптимизма был потому что ну смотрите он накануне падал он падал достаточно сильно и так вот ну трясся потом вроде бы все устаканилось все пришло в какую-то норму вроде бы все хорошо а начиная с октября двадцать третьего года но что происходит за это время за это время америка повышает и непрерывно процентные ставки и россия повышает процентные ставки вообще все центробанки мира повышают процентные ставки ключевые ставки там вот к чему это ведет это ведет к тому что дорожают кредиты и ну если у нас на кредитах еще не так сильно завязано всякая промышленности экономика то в америке уж точно все это на кредитах причем есть огромное количество фирм которые просто живут за счет кредита вот так называемые сейчас не помню уже зомби фирмы что ли то есть они берут кредиты и покупают на него какие-то там ценные бумаги потом а потом просто расплачивается с этим кредитами снова искать берут кредит следующий для того чтобы расплатиться с предыдущим вот так вот они как бы и существует а существует на тот процент который значит дает эти кредиты ну вроде как там но есть такое дело вот там если чуть-чуть повышается ставка кредита то во первых эти фирмы начинают разоряться потому что новый кредит получается дороже чем старые фирмы начинают работать в убыток точно также на ключевой ставки завязана скажем вся недвижимость то смотрите люди покупают недвижимость в ипотеку во всем мире для того чтобы сдавать ее и они рассчитывают так что платежи от сдачи этой недвижимости в ипотеку будут покрывать платежи по ипотеке и чуть-чуть привы прибавляют прибыль значит если эти эта схема работает то можно недвижимости покупать сколько угодно и платежи по аренде у вас стабильно превышают платежи по ипотекам все за все объекты недвижимости и соответственно у вас получается очень большая дельта за счет которой вы и живете и таких людей очень много и как только повышается ставки такие люди тоже разоряются вот таких фирм которые работают бизнес на минимальных процентах на минимум на минимальной разницы между кредитной кредитной ставкой и между той прибылью которые они получают таких фирм огромное количество как только они начнут разоряться то это будет пипец пипец будет вот так вот когда он произойдет непонятно ставки сейчас на максимуме фрс уже в общем-то ну американцы это все понимают американцы все это понимают и фрс федеральная резервная система уже прекратила в общем-то повышать ставки но они так уже задрано выше некуда экономика уже должна по идее останавливать свой рост но как мы видим ценные бумаги при этом растут то есть оптимизм у инвесторов не снижается к чему это приведет а приведет это к следующему к обвальному падению рынков дело в том что на фондовом рынке вот ну трейдеры или там спекулянты они говорят но есть такая поговорка бык медленно идет в гору а медведь выпрыгивает в окно вот так дело в том что есть бычий рынок то есть это рынок который основан на росте когда люди повышают на покупают ценную бумагу держит ее она растет цене и соответственно чё ее не держать вот это бычий рынок а медвежий рынок это когда люди ну зарабатывают на падение рынка вот так вот падение рынка бывает всегда очень резким а вот ну обычно по крайней мере это обвал а медвежий рынок длится быть бычий рынок длится долго вот мы видим видите бычий рынок он длится уже очень долго больше года вот чем это закончится обвалом когда вот это самый сложный вопрос на самом деле когда закончится обвалом рано или поздно это закончится то есть можно с большой уверенностью говорить что это закончится обвалом серьезным обвалом когда это закончится насколько глубокий будет обвал вот это предсказать практически достаточно сложно давайте посмотрим предысторию сейчас я немножечко заплющу это дело вот посмотрите ну вот он вот предыдущий вот вот даже вот такой подобный какой-то рост этого рынка по июль 23 падение что произошло в июле 23 да я не помню что произошло в июле 23 если честно давайте еще заплющим немножечко тут дальше более интересный график вот он вот вот он посмотрите давайте начнем вот отсюда вот он достаточно был большой рост с восемнадцатого года но когда там кризис говорят там в восемнадцатом году и так далее вот он сначала был рост потом падение это кризис восемнадцатого года алло смотрите рост рынка ну давайте чтобы вы не говорили что это маленький рост вот так вот опа вот достаточно долгий рост рынка вот он и 2000 сентябрь 2018 падение рынка кризис 2018 года теперь дальше снова рост и дальше хопля 20 год посмотрите какое резкое падение ну что это за резкое падение февраль 2020 года здесь я могу сказать точно вот это вот падение это к вид скрывали что мир захлестнет пандемия но потом искать всего это накрылась медным тазом и значит весь мир в ужасе значит вы помните все намордниках вакцинации нету и так далее так далее вот она резкое падение резкое падение в течение месяца буквально с февраля по апреля по апреля видите рынок рухнул сейчас скажу насколько он рухнул вот максимальных значений он рухнул на 33 процента 35 процентов это много вот на 35 процентов он рухнул и дальше он начал расти эпидемия к вида напоминаю вот и начал он расти через какое-то время посмотрите вот медведь прыгает в окно бык медленно идет в гору через какое-то время он восстановился через год буквально сентябрь 20 за полгода наверное и дальше он продолжал расти до 22 года январь 22 ну дальше вы знаете что произошло феврале 2022 года здесь напряженность значит соответственно между россией и украиной значит конфликт специальная военная операция потом значит в марте 22 года вроде бы как бы россия терпит мягко говоря ну не самые благоприятные сценарий для россии для запада соответственно более благоприятный значит восстанавливается потом опять все это затягивается ну и так потихонечку идет и вот что происходит дальше вот с 23 года уже все успокаивается и тут соответственно выборы в америке и так далее и тому подобное что будет и когда будет еще рассмотрим насколько длительный этот период мол может быть может быть до буквально там двадцать пятого двадцать шестого года а может быть и в любой момент но то что он будет это точно что послужит триггером я не знаю но ставки растут денег особенно нет ни на что на поддержание экономики тут всякие там хусит и значит там всякие между израилем и палестиной вы знаете что происходит это намного серьезнее для мира чем проблема с россию край между россией украины соответственно когда-то вот здесь может тоже случиться обвал теперь далее давайте смотрим что касается доллар рубль ну здесь примерно аналогичная картина вот здесь вот 23 03 2022 года матчат ну тут значит февраль месяц резкая как бы 22 года как вы понимаете резкий рост доллара до 118 рублей за доллар потом такое же восстановление за счет чего восстановления за счет того что набиулина стали на ставкой там общем задавило все вот потом идет восстановление сейчас доллар рубль стабилен будет ли он дальше стабилен я не ожидаю таких больших скачков как и раньше вот теперь что касается индекса ртс индекс ртс ну посмотрите то же самое 22 год резкое падение потом восстановление и в общем то он видите стагнирует ну можно сказать в общем то ничего что такое индекс ртс индекс ртс это российская экономика выражена в долларах в общем никакого роста никакого падения ну то есть доллар более менее стабилен и экономика тоже не растет мягко говоря вот но и не падает путин отчитывается о том что россия там выставил и так далее так далее но не растет экономика и будет ли она расти но это большой вопрос тем более в долларах вот как бы не знаю что делать давайте смотрим на золото еще один показатель золото а вот золото в последнее время посмотрите золото в последнее время растет 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 почему растет золото но потому что в мире потихонечку доверие к доллару в мире доверие к доллару немножечко падает это не очень сказывается на индексе дx вай потому что все валюты это вот индекс дx вай он рассчитывается к корзине основных валют там к евро к иене значит там не помню что еще швейцарский франк по моему туда входит в корзину или нет не помню канадский доллар астралийский по моему вот ну короче говоря к основным валютам но индекс доллара тоже ну как бы я бы не сказал что он сильно растет или падает стагнирует тоже так давайте индекс московской бирже а вот индекс московской бирже в последнее время ну растет за счет чего он растет за счет того что курс доллара падает он рублях растет это рублевый индекс московской экономии российской экономики вот а индекс ртс еще раз вернемся к нему сейчас вот он ртс это как раз то же самое только состояние российской экономики в валюте пересчет в пересчете на доллар ну и собственно говоря что же делать ну как бы я делаю то что делают другие люди давайте посмотрим вот он индекс ртс я все таки пока еще настроен на рост но у меня смотрите вот вот эти красненькие это стоп заявки на падение рынка то есть если рынок начнет вдруг обваливаться резко вниз то эти стоп заявки срабатывают и я продаю индекс ртс индекс ртс это фьючерсы я продаю фьючерсы на индекс ртс и соответственно эти продажи принесут мне соответствующую прибыль которая покроет мои убытки от падения акций как бы так вот и сейчас я увеличил ну просто увеличил счет на срочном рынке которые заведуют как раз вот этими всякими фьючерсами это срочный рынок вот ну а что касается портфеля ну вот у меня сейчас на текущий момент прямо вот в моменте миллион сорок шесть тысяч напомню что я недавно снимал видео миллион тридцать пять тысяч было то есть 11 тысяч рублей прибавилось с того момента сегодня у нас 3 апреля ну соответственно немножечко прибавилось вот немножечко прибавилось за счет чего прибавилось сейчас я вам скажу за счет чего прибавилось вот у меня золото золото здесь не показывается график золота потому что она торгуется сейчас покажу где вот она вот золото торгуется золото растет золото растет я его купил значит сначала 5 грамм купил потом еще 5 грамм купил здесь у меня 5 грамм золото на сумму но текущий момент 68 тысяч 280 рублей в рублях значит у меня осталось совсем мало на фондовом рынке зато вы видите у меня 304 тысячи на срочном рынке просто потому что они ну как бы срочный рынок позволит мне заработать деньги сохранить деньги это хеджирование в случае резкого падения в случае резкого вала вот еще одна позиция очень интересная серебро посмотрите я недавно купил серебро себе так сейчас я не туда нажал где у меня серебро вот она вот это серебро вот где-то здесь я его купил но посмотрите ну хорошая покупка вот хорошая покупка вот как-то вот где-то и здесь я его купил смотрим 20 процентов практически то есть на 20 процентов серебро у меня выросла вы видите да ну то есть это была хорошая идея вот открыть шляпный салон что называется теперь дальше смотрим на позиции но акции соответственно ряд акций мне принесли достаточно неплохой результат сейчас это гмк норникель по этой акции вообще сейчас прекращены торги потому что там идет сплит то есть стоимость одной акции вот сейчас посмотрите сюда 15 114 рублей до текущая цена и сплит это будет значит ну акции разделены на 100 на 100 вот то есть у меня будет не сколько там у меня три акции а будет 300 акции гмк норникель каждый из которых я смогу продавать отдельно наверное там или пакетами как-то и каждый из них будет стоить соответственно 1500 что ли там рублей сейчас одна акция стоит 15 тысяч рублей вот это сплит называется дробление акций но мосбиржа стабильно растет и общем я и продумаю что она и будет расти потому что сейчас россия развивать свой фондовый рынок там бум айпи о наблюдается и так далее и так далее все это будет расти насколько я знаю полюс золото но золото растет и золото добывающая компания растет черт говорить позитив это айти компания растет очень хорошо я не помню когда я купил но в общем сейчас давайте посмотрим тут в процентах не пишут прибыль но я ее очень сказать хороший процент она мне принесла хороший процент сбербанк сбербанк у меня по моему болтается сейчас он упал немножечко там почти без прибыли вот ожидаются дивиденды такая с холдинг это тинькофф нужду роста транснефть болтается жду роста в общем как бы вот так вот все это болтается индекс ртс но вы видели его только что и что у меня тут еще а у меня облигации валютные как газпром никаких изменений все стабильно и будет все стабильно пока центробанк не начнет снижать ставку когда центробанк начнет снижать ставку это произойдет середине лета примерно как сказала набиулина будет наблюдаться рост этой акции рост этой акции потому что эта акция достаточно долгосрочная здесь 87 процентов от номинала она стоит вот когда снижается ставка такие облигации растут в цене это валютная облигация но смысле замещающая облигация вот то есть пересчитывается через валюту в рублях вот ну и соответственно россия 28 примерно то же самое только газпром облигация в двадцать девятом году погашение россии 28 в 28 году погашение будет наблюдаться но про россию 28 я уже много раз рассказывал сейчас не буду повторяться как бы вот так за счет чего у меня рост ну наверное счет вот этих облигаций то есть они дают просто стабильный фиксированный доход то есть он капает и капает в долларах причем вот и акции растут соответственно на срочном рынке я немножечко зарабатываю за счет торговли надо сказать что вчера я там здорово пролетел вот я потому что там было сейчас покажу там было падение я перестраховался и продал и продал и это я сделал напрасно совершенно поэтому понес убыток вот потому что сейчас бы у меня было на 5 вот он вот вот здесь вот на этом падение я подумал что все но началось вот здесь я потерял 5000 рублей примерно вот на этом деле видите достаточно резкое падение у меня там все сработало вот ну вот так не без этого потом все восстановилась но наверное рановато я продал сейчас у меня ты стоп лимит стоит вот он вот на продажу но это ограничение а в данный момент у меня куплена только одна позиция по индексу ртс пока не знаю я думаю что покупать или нет не знаю пока еще пока пока у думаю вот так такие дела когда ожидать падение я не знаю что послушать послужит триггером я не знаю но теория черных лебедей работает если он просто нужен если он назрел то он придет вот как бы такая история никто не знает когда никто не знает как глубоко никто не знает насколько вот но то что он будет это будет точно на сегодня все пишите что вы думаете по этому поводу лайк подписка до встречи с вами был демятков юрий